Всем привет-привет! Ну а буквально вчера закончился День Святого Валентина. Кто успел вытащить в студии, всех поздравляю! Ну а самым большим и с уникальным призом, конечно, поздравляю Баралгин. Чувак, поздравляю тебя со студией! Красавчик! Обязательно спешусь с тобой, хочу узнать, сколько что стоило. Ну и, конечно, буду ждать, когда появится твоя уникальная студия. Ну а сейчас давайте все вместе перейдем к нашему обновлению. День Защитника Отечества. Итак, подарки, как всегда. Самое главное, многие у кого звезды остались, кто-то накопил торны. Ну вот сейчас время посливать немножко запасики. Итак, что же у нас интересного есть? Но прежде чем мы пойдем по самой игре, давайте же пойдем на форум. На форуме всегда говорится более подробная информация, поэтому поехали. День Защитника Отечества, ребят! Итак, у нас появляются, конечно же, дяденьки, которых можно пинать и получать кучу значочков. На значочки можно покупать подарочки. Не забывайте, если есть возможность бить, бейте. Випки фиолетово, тут неинтересно, все выпадает, если вы ходите регулярно на полигоны или те же самые экспедиции. Все можно выкрутить себе випки. 30% скидка, но такое себе. Однако, ребята, культовые у нас веселуха, это, конечно, миниганы. Миниганы, конечно, это оружие прямо классненькое. Но мы сейчас до него дойдем еще. Ну и первые ящики, ребята, контракт наемника позволяет очень хорошо грабить. Прям, ну, конкретно. Плюс дополнительно дает бои, которых часто вам не хватает. Можно покупать, но не критично, если честно. Конечно, боев всегда много. Если вы хорошо участвуете в эвентах, допустим, дрожь земли или подземка, боев у вас будет очень много. И эти бои вам не сыграют большой роли. Однако граб иногда может помочь. Но вот с того, что нужно качать, ребята, это злобоглаз. Офигенный пет, прям очень офигенный пет. Плюс дополнительно появился уровень. Соответственно, на его наваждение, которое я в свое время выкачал еще в прошлом году, всем советую качать. У кого не докачан злобоглаз до 16 уровня, желательно выкачать. Желательно. Ну, не обязательно, но желательно. Он еще появится. Возможно, будет где-то в рулетке. Да, возможно, где-то будет еще в подарках. Возможно, будет где-то в санях. Может быть, где-то на биржевом кризисе. То есть, ну, ребят, я не знаю, честно. Но самое главное и основное, что теперь у него появился новый уровень. Ну, посмотрим, посмотрим, насколько имбовая умелка. Посмотрим по ситуации, как будет. Я не знаю, может, подарков тоже закуплю. Может, тысяч на 10 звезд. Но это максимум. Больше покупать я не буду. Мне хотя бы уровень 18 его выкачать. Потому что, видимо, 19 уровень мне не судьба. Ну, если только повезет. Ну, и дальше. Давайте к самому имбовому инструменту низкоуровневых. Вы знаете, что массовое оружие есть, появляется оно где-то, ну, уровня с 18. И позволяет контрить большое количество питомцев. Их у нас много в игре. И поэтому дистанционное оружие это такое, ну, редкая вещь, как бы, ну, для низких уровней. Так вот, если вы сидите с 6 примерно по там 14 уровень, да, то выкачать миниган плюс 25, поставить его первым и выбить кучу фуловых и классных петов, это прямо наше все. Вот, прям к прокачке, если будете качать, но только на низком уровне. Не знаю, вот для 30 уровней, там, с 23, 20, ну, не знаю, вот, все топовые уровни вообще его не качают. Ну, не знаю, зачем его выкачивают наверху. Хотя, да, урона много. Ну, такой неповоротливый какой-то, ну, такой своеобразный, если честно, по оружию. Ну, ладно, ничего страшного, как бы оружие есть оружие. Если вот мне, допустим, гвоздемет не качать на 30 уровне, то можно было бы выкачать 25-й миниган. И, ну, по истечению, короче, его выстрелов просто выбросить и взять косу, которая является у меня легендарной. Дальше, армейские ящики. Ну, полевая кухня, классная вещь, периодически для туров, для еще чего-то, плюс дополнительно дает значки граба. Ну, классная вещь, но выкачивается чисто с покупки подарков. Ну, кто какую выкачает, тот такую выкачает. Тут вообще не могу придраться, ничего даже сказать не могу по этому поводу. Ну, выкачайте и выкачайте, то есть, ну, там неинтересно. А вот самое главное и классное все-таки это визуально. Визуальные эффекты. Визуальные эффекты – самая классная, наверное, вещь, которая отличает вашего персонажа от других на данном виде. И поэтому визуальным эффектом и ко всему радостному мы, конечно, перейдем в самой игре. Давайте же все-таки глянем. Итак, у меня злобоглаз в игре. Ну, как вы понимаете, я немножко его выкачал, но не сильно, потому что очень много потратил. 16-й уровень. Если качну, говорю, уровня 2, ну, будет чудо. До 19-го, не знаю, наверное, не качну его вообще. Жетоны, которые будут выпадать у вас армейские нормы, потратите на подарки, ребят. Я уже 9 подарков больших скупил. Плюс дополнительно у меня боев вообще не осталось. Осталось только энергетики. Буду ждать, если будет какой-то эвот, ну, имею в виду, чтобы бои чуть-чуть поднабить. Ну, боев реально нет. Вообще прям очень печально. Ну, ладно, не сильно критично, но обидно. Ну, и по подаркам, ребят. По подаркам, как я и говорил, контракт наемника, который дает дополнительный размер премии грабежа. Ну, то есть, видите, да? Ну, то есть, ну, тут по ситуации, если надо, то качайте. Вот, просто. Можно и так грабить, можно и без него грабить. Ну, дает бои, ну, ладно. Если выпадет за бесплатки, бесплатки выкупить, хорошо. А вот это вот собаку надо качать. Вот это прям, ну, реально. На выкачку, ребят, злобоглаз, желательно постараться. Выкачивайте по максимуму. Все равно в любом соотношении на вождение, которое было добавлено в прошлом году, очень сильно контрит. И контрит и основного перса, да, и контрит всех петов, которые есть. Ну, то есть, очень хорошее прям. Ну, злобоглаз это, ну, как оголек, допустим, да, оголек тоже желательно на максимум выкачать. Также и злобоглаз, вот, желательно шестнадцатый. Хотя бы вот начальный шестнадцатый для уравновешивания вашего персонажа среди средних, топовых игроков. Тоже было классно. Ну, и, ребят, миниган, как мы обсуждали, да, двадцать пятый, двести семьдесят процентов урона, семь выстрелов, то есть, семь выстрелов, но вполне хватает, чтобы снести херовую тучу петов. Ну, то есть, прям реально. Ну, нормально, хватает основных петов вытащить. Ну, можно его и качать. Ну, для низкоуровневых это прям имба. Прям очень имбовая вещь. Ну, и, конечно же, ребята, салон красоты. Праздничный салон красоты, где вы можете хорошо и красиво нарядить своего перса. Я тоже думал, все-таки взять какой-нибудь шлемик. Но, понимаете, желтого шлема нету, ну, не будешь же ты оранжевый ходить, да. Хотя каски вот тупо черные тоже неплохо смотрятся. Прям даже здорово смотрятся. Ну, можно и как-нибудь вот так. Тоже пойдет. Или вот так, вот. Прям само то. Ну, я все-таки к тому склоняюсь, что желтой повязки нету. Это очень обидно. Ну, вот каска прикольная. Ну, если честно, ну, прям здоровские, здоровские костюмчики. Те, кто, ну, не закупился, ну, можете, ребят, сейчас прям хорошо и красиво одеть своего перса. Тем более, вот химический костюм появился новый. Такой более-менее тоже красиво смотрится. Так вот, прям, вот. Видите? Прям. Ну, то есть, ну, они разные есть. Вот. Для красного. Ну, я желтый больше предпочитаю. Это более классический по форме. Ну, думайте, короче. Думайте, думайте и решайте сами. Вот. Хотите, не хотите. Ну, и как бы их два наряда, да. Женские, как вы понимаете, мужские. Ну, то есть, все прям. Хе-хе-хе. И в красных ботинках. Ладно. Ну, тут, кстати, и стоит недорого. По рубинам стоит недорого. Тем более, если у вас куплен месячный план, вы можете спокойно все выкупить. Именно на месячном плане. Ладно. Все. Я исчезаю. Ну, а вы можете покупать или не покупать наряд для своего игрока. То есть, ну, я говорю, это недорого. Это недорого реально. Это дни 15 месячного плана вы не тратите, и вы полностью оденетесь, вот как мой перс. Это прям реально дешево. Ну, а по подаркам лучше, конечно, качать злобоглаза. Ну, если у вас есть выбор, допустим, набить значки, и потратить их на какого-то из, ну, из подарков, ну, то есть, вы все подарки не можете выкупить, допустим, то лучше качать злобоглаза. Злобоглаз прям хороший пет. Прям хороший. Пока, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok